Ребята, всем привет! Это видео про товары, которые будут зарабатывать вам 5000 долларов плюс на Амазон. Это пошаговый гайд для новичка, как зарабатывать. Вот такие вот цифры, как делать продажи, как зарабатывать на площадке Амазон, не выходя из вашего дома. А, да я, ребят, что-то очень особое и новенькое для вас сегодня приготовил. Я вам физически покажу продукты, которые вы можете продавать. Я вам покажу, как их находить. В общем, ребят, пошагово. Все как всегда. Меня зовут Андрей Крэйсберг. Еще раз добро пожаловать на мой YouTube-канал. Если вы новичок, если вы новенький и так далее, пожалуйста, подпишите, поставьте лайк прямо сейчас. Это очень важно для продвижения моего контента, для продвижения моего канала, для того, чтобы у меня просто было больше мотивации делать для вас больше вот таких вот классных видео. А также, ребят, прокомментируйте слово «гайд» в комментариях этого видео. Сходите, получить мой пошаговый гайд о заработке на Амазон. Приватный гайд для вас. Также, ребят, обучение Amazon Mastery. Ссылочка внизу в описании. С приватной моей поддержкой. Либо школа Amazon, мой интенсив программы, имена программы, если она доступна в данный момент времени, когда вы смотрите это видео. Также можете проверять ссылочки внизу в описании и так далее. Да, ребят, ну что, поехали. Как зарабатывать? Вот именно 5000 долларов в месяц, мне кажется, такая вот волшебная цифра будет для всех. Как мы это будем сейчас с вами делать? Да, у меня вот такой гайд для вас есть, да, поговорим про как открыть аккаунт на Амазон, где искать товары, как их проверять на профпригодность, как отправлять на Амазон, как зарабатывать еще больше, как выбирать конкуренцию, иметь больше еще, еще больше прибыли. Сами товары и масштабирование вашего бизнеса. Ада, я, ребят, в этом видео, надеюсь, до 25 минут, 30 минут управимся. Вы смотрите это видео уже в записи, поэтому вы уже знаете, справлюсь я либо нет, поэтому поехали. Да, смотрите, ребят, первым делом открываем сейлер аккаунт на Амазон. Как мы это делаем? Тут ничего сложного нет, мы просто берем, открываем сейлер аккаунт на Амазон по ссылочке внизу в описании под этим видео. Ребята, я все ссылочки, кстати, для вас тоже внизу оставлю, можете посмотреть, перейти и так далее. У меня планируется пошаговое видео о регистрации вашего сейлер аккаунта на Амазон. Я же собираю всю информацию и я думаю, что где-то в середине следующего месяца максимум я выпущу там такой плотненький до часу времени гайд, бесплатный гайд о, ну как гайд, инструкция по регистрации сейлер аккаунта с всеми нюансами и так далее. Если вам идея нравится, ребят, то напишите мне там плюс за регистрацию аккаунта на Амазон, плюсик поставьте, ребят, буду вам очень признать. Смотрите, сейчас вам просто, ну на самом деле, если, даже неправильно, наверное, слово, но если вы человек толковитый, так сказать, может, такое слово есть, да, вот, ребят, может быть, там, sorry, если я, может, не те слова использую, да. Но если, вот, вы знаете, как вот, resourceful, да, если вы знаете, как найти информацию и так далее, вы можете сами самостоятельно открыть сейлер аккаунт, в принципе, даже здесь ничего сложного нет, вы регистрируетесь либо на индивидуала, либо на компанию, кликайте sign up и вас просят потом базовую информацию для регистрации на Амазон. Сейчас меня перекинем на следующее окошко, сейчас просто быстренько покажу. Вы регистрируетесь на страну, на паспорт, который есть в физике Амазон, там где-то 160-170 стран, ребят, да, опять же, на индивидуалы сейчас нельзя зарегистрироваться на такие страны, как РФ и РБ, по понятным причинам, но можно сделать на юрлицо, на компанию, можно зарегистрироваться, можно сделать аккаунт на американские ЛС, и мы помогаем с этим, ребят, открываем аккаунты под ключ, делаем все с гарантией, что пишите мне в Телеграм, ссылочка внизу, ребят, в описании будет, пишите мне. В Телеграм канале также будет вся информация про данную услугу, мы можем все вам открыть, без гарантии, без проблем, удаленно, на любой паспорт мира, на юрлицо и так далее. Регистрируйте аккаунт на индивидуалы, либо на компанию, в зависимости от того, где вы находитесь, если хотите регистрироваться на компанию, либо на себя, базовая информация, верификация, ваш паспорт, ID, документ, все, что вам нужно, в принципе, больше ничего не надо. Ну, utility bill, это выписка вашего адреса, банка, там, опять же, банк, statement, банковская выписка может служить как верификация вашего адреса, там, газ, свет, платежку какую-то, показать Amazon, что вот, я живу на этом адресе и так далее. Представить свой документ, ID, паспорт, часто еще, также, ну, можно еще субмит делать, субмит, это будет по-русски, отправить на Amazon документы, ваш driving license, driving ID, то есть, ваше удостоверение ваших прав. Вот, поэтому, да, проходите регистрацию порядка 20 минут, 15-20 минут занимает ваше время, но там есть нюансы внутри, которые нужно соблюдать, но они буквально очень незначительные, там, в основном, просто нужно заполнять все правильно и все. И потом, после того, как прошли регистрацию, у вас будет видеоверификация, скорее всего, проходите видеоверификацию с индусом, с филиппинкой, показывайте свое лицо, паспорт, ID и все, и вы регистрируетесь на аккаунте, вы можете начать работу. Что мы делаем дальше, ребят? Я не хочу сейчас, опять же, делать 20-30 минутное видео, говорить про регистрацию, потому что зарегистрироваться любой человек, который при желании захочет, может это сделать, это не проблема. Если вы делаете проблему из регистрации аккаунта на Amazon, то я не знаю, зачем он вообще онлайн-бизнес в априори, если вы не можете решить такую простую задачу, простую проблему, тем не менее, я для вас готовлю гайд, пошаговый гайд, всем нюансам, потому что и мои ученики, в том числе Amazon Mastery, просят от меня это сделать долгое время уже, да, чтобы именно пошаговый, так вот, по всем нюансам и так далее, там, сделаю, ребят, я вот и бесплатно опубликую на YouTube-канал, я считаю, что это очень важная информация для всех тех, кто хочет стартовать на Amazon. Смотрите, ребят, как искать товар, где искать товар, что мы делаем для данной задачи, немножко поднимем наш рабочий стол, вот что мы делаем для того, чтобы найти прибыльные товары для Amazon, как это работает, да, смотрите, у меня внизу в описании под этим видео будет ссылочка на мой Telegram и в том числе прямая ссылка на топ поставщиков, которых я рекомендую для использования по модели онлайн-арбитраж. Онлайн-арбитраж такая модель, где мы покупаем товары дешевле и продаем дороже на Amazon. Кабелла это один из сайтов, который мы используем для того, чтобы находить товары дешевле и продавать дороже на площадке Amazon, да, там в список у меня будет 100 поставщиков, мы их постоянно обновляем, ребят, можете посмотреть, там на Америку, на Англию 30 поставщиков, может быть мы их сократим до 20 в ближайшем будущем, но в общем там самые-таки лучшие сайты, где мы находим больше всего прибыльных товаров, чтобы вы понимали, да. Смотрите, что мы делаем дальше, мы заходим на сайт Кабеллос и здесь пишем, там, не знаю, там, допустим, gear, там, gear bag, ну, Кабелла это такой сайт, который специализируется на разных охотничьих, там, всяких, там, hunting, sporting, fishing, camping, такой outdoor website, то есть это категория товара из категории outdoor, sporting outdoors, да, то есть спорт, улица, outdoor и так далее, кто в Штатах живет, в Англии живет, понимает все эти термины, по-русски не знаю, как это правильно называть, да, вот поэтому, да, вот мы смотрим, там, gear bag, то есть сумка для, для охотника, наверное, для того, кто там, для каких-то инструментов, для, ну, инструментов для, для вещей, для профодежды, можно так сказать, такой gear bag, да, для, для, да, для инвентория. Вот, допустим, рандомно просто можно, там, выбрать, там, у нас есть такие, вот, самый первый, давайте, вот, bus pro shop, scotch all gear bag, можно такой вот за 12.99, я просто показываю, как пример, чтобы вы понимали, как это работает, да, вот у нас, scotch, кабелла scotch all gear bag за 12.99, что мы делаем дальше, мы находим, вот, рандомный товар, да, опять же, сверяем его, берем заголовок и ищем по гуглу, то есть берем по заголовку, ищем по гуглу, мы видим, что здесь есть много разных вариаций, давайте search гугл, смотрим, что у нас происходит на, на, на амазон, мы ищем точно такой же, точно такую же сумку на амазон, да, вторая ссылка нам выдала сразу ссылочку на амазон, проверяем, 34.99 товар продается на амазон, окей, выглядит сладко, выглядит прикольно, с 12.99 можно товар купить, это gray, gray цвет, то есть сетый цвет, понимаем, что это тоже, здесь у нас есть вариация на цвет tan, есть ghost gray, есть strata, gold, green, and we have gray, gray, 12.99, 12.99 gray color, то есть цвет gray, 12.99, с 13 баксовым, мы берем, продаем на амазон, с 34, с 35 долларов, соответственно, с данного товара, если мы покупаем его за 12.99, плюс-минус вводим сюда цену, 10.56 чистая прибыль, профит, чистая прибыль по нашему инструменту Seller Amp, это такое расширение, которое мы используем для того, чтобы понимать, товар прибыльный либо нет, можно с этим его не использовать, если хотите, можно использовать просто бесплатный инвекулятор от амазон, но я рекомендую Seller Amp, ссылочка внизу, ребят, на инструмент Seller Amp я оставлю для вас ниже, регистрируюсь по моей ссылочке, получается там 14 либо 10 дней бесплатного пользования, такое расширение, которое нам показывает, что происходит на товаре, то есть принцип этого бизнеса очень прост, да, если мы берем вот как вот товарку, товарку на амазон для новичков, то концепция очень проста, вы регистрируете Seller Аккаунт на Амазон, Америка, можно и на Англии срегистрироваться, кстати, у меня есть и видео и про Англию, в правом верхнем углу вылезет сейчас видео, гайдан, как зарабатывать на Англию, на английском маркетплейсе, можете посмотреть, я обучаю и продаю сам на Америке и на Англии, в том числе и на обучении Amazon Mastery, там у меня все про Англию, про Америку и в принципе все эти техники можно соблюдать на любом маркетплейсе, на Германии, на Японии, на Китае, Амазон сейчас находится в порядком 22, там, 24, по-моему, 22 рынка сейчас Амазон поддерживает именно маркетплейсы, где можно продавать, а как покупать вообще можно, в принципе, много где на Амазон, Амазон есть в принципе, ну, почти во всех европейских странах и просто, там, с тех же, там, какие-то, там, второсортных европейских странах, странах, которые менее, там, развитые, там, условно, где, ну, менее, все это популярно, там можно покупать, там, на немецком маркетплейсе, на английском, Амазон отправляет, в принципе, везде, вот, но это, в принципе, для вас не важно, ребят, мы сейчас здесь продаем на площадке, да, поэтому берем, покупаем товар дешевле и отправляем его на Амазон, чтобы продать дороже. С данного товара можно поиметь 58 продаж умножаем на 10.56, сейчас открываем мой калькулятор, да, 58 продаж в месяц данный товар делает, умножаем на 10.56 чистой прибыли, получаем 612 долларов прибыли, плюс-минус, сколько может зарываться данного товара, конечно, у нас есть конкуренция, можно смело делить эти продажи, там, на 3, на 3, потому что у вас будет конкуренция, у вас будет, ну, вы не один продавец на Амазон, вы не один, кто будет заниматься анонопитражом, это не будет вся ваша чистая прибыль, сами понимаете, ребят, я вам тут, как говорится, лапшу на уши вешать, не собираюсь, вот, поэтому, окей, 200 баксов этого товара можете принять, 200 баксов, условно, грубо говоря, здесь таких товаров, 2000 долларов, ребят, но мы до этого сейчас с вами еще дойдем, как зарабатывать именно 5000 долларов плюс, из каких товаров это можно сделать, посмотреть на видео до конца. Дальше, ребят, что у нас по нашему расписанию, то есть, где искать товары, и с чем товары в разных онлайн-ритейл-магазинах, магазинов, да, как проверить товары на профпригодность, что такое профпригодность, как это работает, и где мы знаем, что товар хороший, где мы знаем, что товар плохой, и так далее. Смотрите, пару основных моментов, на которые мы обращаем внимание. Вот три основных момента, на которые я обращаю внимание при анализе товара, да, вот от Кабелла, здесь 147 рейтинга, 147 рейтинга – это вот звездочки данного товара, это и качество самого продукта, да, на это я смотрю первым делом, потому что есть этот товар, там, три звезды из пяти, ну, в априори даже, если он хорошо продается, у него будут проблемы, у нас будут возвраты на нем, и нам не нужно продавать некачественный товар, чтобы потом нам оставляли плохой рейтинг, оставляли плохие фидбэки наши кастера, наши покупатели, и у нас поснижался рейтинг нашего магазина. Нам это не надо, поэтому здесь 4,4 из пяти – это довольно-таки хороший товар, мы такой товар берем, продаем и покупаем, да. Здесь у нас, ну, главное, вот, придерживаться порядком, там, четырех звезд из пяти, это мой вам совет, да. Дальше, второй момент, который мы смотрим и обращаем внимание, это, конечно же, прибыльность, мы смотрим, есть ли прибыль на товаре, она у нас здесь сейчас есть, то есть у нас здесь порядка 10,56 прибыли, минус, там, преп-центр, отправка товара на Амазон, ну, примерно 9 баксов у вас будет в кармане. Про преп-центр, про отправку на Амазон мы с вами поговорим, это тоже можно делать, это тоже нужно делать, товар все-таки вы должны закупать и отправлять на Амазон, потому что мы делаем модель FBA, это не модель FBM. Есть еще модель FBM, а я отдельно делал видео на канале, также, как мы заработали, слышать, 50 тысяч долларов прибыли в праймерх, и вы можете посмотреть, там я говорю про конкретно модель FBM, и там мы не покупаем, мы не отправляем товары, сами товары физически на Амазон в этой модели, да, там есть и минусы, и плюсы, ну, в общем, можете посмотреть видео, да. Короче, второй момент, это, конечно, прибыльность, третий момент, мы проверяем рейтинг товара, BSR, Best Sellers Ranking, 222 тысячи, это 1% из категории, что это обозначает, ребят, каждый товар находится в своей категории на Амазон, есть категории Home and Kitchen, Toys, Home and Kitchen, Sporting Outdoors, есть Toys, Grocery, Beauty, Health Personal, то есть, там, Pet Supplies, есть разные категории на Амазон, в которых мы продаем как сейлеры, эта категория данного товара находится в спорт, этот товар находится в категории Sporting Outdoors, потом он идет в субкатегории Hunting Fishing, Hunting Bags, Belt, Hunting Bags, то есть, он находится в субкатегории, вот этих субкатегории от главной категории Sporting Outdoors, да, есть у нас такая вот таблица, очень классная, которую я вам с вами поделюсь внизу в описании, ребят, ссылочки, да, совершенно бесплатно, которая нам показывает общее количество цифр в каждом рейтинге, есть здесь американский, sales rank канадский, мексиканский, английский и так далее, на разные маркетплейсы, на разные площадки Амазон, да, конкретно мы берем сейчас американскую площадку, здесь у нас получается много разных категорий, получается, мы сейчас ищем категории Sporting Outdoors, которая находится внизу, и мы видим общее количество товаров в категории Sporting Outdoors, давайте сейчас помечу еще раз здесь, у нас получается 41 миллион 328 тысяч, то есть 41 миллион товаров у нас находится в категории Sporting Outdoors, ребят, да, мы видим здесь градации по рейтингу, есть топ-25%, топ-10, топ-5, топ-3, топ-1, топ-05, главный, что товар входил в топ-1% от рейтинга, такие товары мы берем и покупаем, может даже в топ-3% от рейтинга, там товар будет продаваться немножко медленнее, но опять же, там если есть прибыль, мы такие товары тоже, как правило, покупаем, что касается данного продукта, если мы смотрим рейтинг данного товара, у него он 222 тысячи, это 1% от общей категории, он входит в топ-1, это 413 тысяч, даже входит почти в топ-05%, 222, 206, это топ-05%, значит, этот товар продается хорошо, и мы такой товар будем брать, покупать и перепродавать, но мы это тоже видим по продажам, здесь есть 58 продаж в месяц, это не слишком много, это не слишком быстро продаваем товар, но у него есть продаж, да, если вы не используете инструмент seller amp, можно спуститься ниже и посмотреть рейтинг прямо здесь, product information, у нас получается здесь рейтинг, видите, best sellers ranking, 221 тысяча, 221 тысяча, это рейтинг товара на Amazon, ребят, есть информация полезная, за 15 минут, мне кажется, отдал вам в 10 раз больше, чем многие, так сказать, гуру, гуру, коуч и наставник, или так называйте, в интернете про Amazon, если информация заходит, если вам все более-менее понятно, пожалуйста, комментируйте слово гайд, чтобы получить мой приватный гайд о заработке на Amazon, поставьте лайк и подпишитесь на канал, ребят, это очень важно для меня, для продвижения контента и так далее, самое интересное у нас будет в конце, поэтому смотрите это видео до конца, покажем, как зарабатывать больше, помогажем, как масштабироваться и что нужно делать для того, чтобы расширить свой диапазон заработка на Amazon, заниматься не только аналитражом, аналитраж, это самая простая модель, с которой можно войти с минимальных инвестиций, вам нужны большие деньги, чтобы заниматься тем, что я вам сейчас показываю, то есть вам нужно, можете начать там банально там, не знаю, там со 100 долларов, 150 долларов, с 200, конечно, лучше иметь больше 500 долларов, 1000, 2, 3, чем больше у вас денег, тем лучше, тем быстрее вы будете расти, я не буду говорить, что вы будете зарабатывать там с 500 долларов, 1000 в месяц, нет, такого не произойдет, но вы можете стартануть, и вы можете начать и иметь свой собственный бизнес в интернете, вы можете зарабатывать там 100, 150 долларов в месяц, опять же, расти, расти, вкладывать, инвестировать и так далее, то есть это все снежный эффект, snowball effect, как называется, да, снежный ком, наращивается все это, да, дальше смотрите, ребята, как отправлять товары на Amazon, что мы делаем дальше, смотрите, потом, когда вы нашли товар, условно, сайте Кабелос, мы берем его, берем в корзинку, там, вот хотите, там, купить 10, там, не знаю, давайте 20 сумок эти купить, add to cart, убираем add to cart, так, 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 for the business, ну, можно не обязательно говорить, что for the business, они не узнают, может, ребят, для себя, хочу 20 этих купить, да, 20 сумок, берем, покупаем товар у Кабелос, и заказываем и отправляем его, видите, free shipping, бесплатная доставка и так далее, да, то есть нам бесплатно здесь можно отправить этот товар на наш преп-центр, либо на свой адрес, где вы будете перепаковывать товар, делать prepping and packing и отправлять потом его уже на площадку Amazon, как это работает, мы берем, покупаем товары, отправляем их на преп-центр, либо себе домой, смотрите, если вы делаете prepping and packing сами, то ваш, ваш, ваш дом рискует выглядеть именно вот так, так вот, здесь у нас, кстати, это возврат с Amazon мы получили на адрес, но не суть, вы будете получать товары с Кабелос, с других поставщиков, и ваш дом будет выглядеть примерно вот так, то есть у вас большой дом, да, это плюс, если у вас маленький дом, конечно же, у вас будет проблема, вы не сможете делать весь prepping and packing сами, вы это можете делать, я занимался этим лично сам, фотография моего, так сказать, юношества данного бизнеса, здесь я еще немножко по-другому выгляжу, здесь, это, по-моему, 15-й год, мы уже почти 10 лет назад, ребята, как время быстро идет, 16-й, 15-й год, вот, и здесь я делал prepping and packing сам, брал, упаковывал товары и отправлял их, соответственно, на Amazon мы получали их с ритейн-магазинах, по-моему, очень много Disney делали здесь, это в Англии было, еще когда я делал prepping and packing, да, и мы отправляли товары напрямую на Amazon и делали preparation сами, я не рекомендую этим заниматься, потому что банально очень много места уходит, вместо уходит времени вашего, уходит время, это деньги, сами понимаете, и вам лучше потратить это время, которое будет сделать на упаковку товаров, якобы сэкономить на prepping, на prepping самом, вам лучше потратить это время на то, чтобы искать больше прибыльных товаров, которые будут прорастить вам много больше прибыли и так далее, поэтому я рекомендую использовать prep-центр и специальные склады, которые занимаются prepping and packing за вас, что они, собственно, делают, они берут и упаковывают товары за вас, за какой-то там бакс, за единицу, за единицу платят на доллар, если вы с товара зарабатываете 10, то доллар вы отдаете prep-центру, ничего страшного, и они упаковывают весь товар за вас, все эти единицы, там 100 штук, которые вы отправили, 10, 20, 30, 50, и отправляют потом эти товары за вас на Amazon, вы также платите за отправку товара на Amazon, там это inbound shipping, он уже и высчитывается с вашего сэйдер-центр аккаунта, с вашего аккаунта продавца, там буквально копейки за каждую единицу, будете давать примерно 20-30 копеек за каждую единицу, поэтому я заранее вам сказал, ребят, что примерно 1,50$ можно закладывать сюда дополнительно ваш экспенс, ваш затрату, то есть 13$ плюс 1,50$, 14,50$ получается, 9,05$, вы все равно зарабатываете 62% ROI, Ребят, 62% возврат на инвестиции вы все равно имеете с данного товара, что вы понимали, поэтому да, мы используем prep-центр для отправки товара на Amazon, prep-центр делает всю работу за нас, все, что нужно делать, это искать товар, нажимать кнопку купить и отправлять их на prep-центр, prep-центр автоматически подконнектируется, подключается к вашему сэйдер-аккаунту, к аккаунту продавца, и они уже сами все операции проводят внутри вашего сэйдер-аккаунта, конечно, есть много нюансов, ребят, как добавлять товар, как проверять его дополнительно, смотреть параметры, метрики, buy box, конкуренцию, все это можно посмотреть на графике кипа и так далее, но я еще не буду это детально обсуждать, у меня все это в детально разобранном обучении Amazon Mastery, где я обучаю пошагово, а да я, всему бизнесу Амазона, и там порядком, сколько там сейчас, порядком 5-6 часов записи видео, нон-стоп, как всем заниматься, и сейчас будет еще больше, еще круче, еще лучше, потому что я буду сейчас выпускать мою новую программу Amazon Mastery 2.0, ну или школа Амазона, ребят, школа Амазона, это наш интенсив, я уже говорил, сейчас у нас класс идут на школу, я вам следующее запускать, я не знаю, когда буду, но если что, можете на нее тоже как-нибудь когда-нибудь успеть, поэтому следите за моими ссылками, а главное, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Что мы делаем дальше, ребят, смотрите, да, слово гайд, не забывайте прокомментировать, ребят, если вы это еще не сделали, да, отправим товар на Амазон, как еще можно больше зарабатывать денег, перед тем, как вы покупаете товар с любого сайта, мы все время сверяемся и заходим на такой сайт, который называется topcashback.com, то есть я сейчас на него не зашел, но можно зайти на него, там, заместить, там, допустим, сайт Cabellos, допустим, Cabellos, и посмотрим, есть ли на нем кэшбэк, то есть деньги обратно, которые можем заработать, то есть купили у нас 100 баксов Cabellos, 4% вы заработали обратно, идем через topcashback.com, и автоматически сюда нужно войти просто, сейчас, ребят, да, я зашел на топ кэшбэк, бесплатно подписаться на него, вот, и мы переходим на этот сайт и делаем покупку через topcashback, и потом 4%, эти 4 доллара со 100 баксов капают в ваш аккаунт topcashback, который потом вы можете вывести. То есть дополнительно вы можете зарабатывать 4 доллара с данного сайта. Если мы возьмем какой-нибудь, там, другой сайт, допустим, там, Walmart, либо сейчас 3%, либо, там, допустим, там, не знаю, там, White Coast, можно, там, допустим, Coles, Coles, вообще, Coles, сказать, по-моему, нет, давайте Lows посмотрим, если посмотрим сайт, сайт Lows, если на Lows'е кэшбэк нам, то есть есть сайт Lows'е, такой еще, да, у нас, 15%, 15% кэшбэк на сайте Lows, неплохо, да, ребят, поэтому, да, вы покупаете на 100 баксов, 15 долларов вам возвращается обратно. Банальная математика, ребят, если вы купили 5 товаров по 20 долларов каждый, вы заработали еще 15 долларов обратно, 15 разделить на 5, вы 3 бакса с товара заработали просто прибыли, то, что вы его купили, понимаете, это вам отобьет преп-центр, отправку на Amazon, еще полтора доллара прибыль у вас станет с каждой единицы, вы сверху наварились, потому что вы используете кэшбэк сайт, определенные сайты, допустим, сайт Lows. Что мы делаем дальше, ребят, что еще? Как убрать конкуренцию и иметь еще большую прибыль? Смотрите, если вы хотите заниматься аналитетражом, вы можете также заниматься моделью Wholesale. Wholesale модель такая интересная модель, где вам потребуется побольше шагов, чтобы ее воспроизвести, и мы банально здесь просто используем оптовиков, а не онлайн ритейлеров, то есть мы ищем оптовиков в Америке, в Англии, где-либо они занимались, и покупаем у оптовиков оптом товары. Как правило, можно получить лучше цену, можно получить вот такой вот довольно популярный сайт for SGM, кстати, многие рекомендуют, на самом деле, там нормальных товаров в принципе найти почти невозможно, популярный сайт. Мы регистрируем селлер-аккаунт, мы регистрируем трейд-аккаунт с оптовиками, для этого вам нужна компания в Штатах. Мы, кстати, также, как я уже говорил, ребят, заранее в этом видео, мы открываем вам аккаунты под ключ, компания, если что, обращайтесь. Вам нужна компания, и вам нужны документы, ресейл-сертификат в Америке, ресейл-айсенс так называемый, и вы потом уже делаете трейд-аккаунты с поставщиками, они отправляют прайс-листок, вы их сканируете, вы отбираете прибыльные товары, заказываете, и все по такому же алгоритму, только вы покупаете у оптовиков, а не онлайн ритейлеров. Это как можно зарабатывать еще больше, занимаясь моделью холстер, моделью опт, чтобы понимали, да. Вот, поэтому, да, это такая ступенька выше, можно на нее тоже перейти, там нужно побольше бюджета, нужно хотя бы 2-3 тысячи долларов иметь лучше, там, 5 тысяч долларов плюс, ну, 2-3 тысячи плюс можно работать смело, вот, и начинать, по крайней мере, точно, да, зарабатывать, опять же, вы будете все пропорционально, вот, и в опте можно иметь больше принципа прибыли, больше закупать товар, который закупается, который постоянно продается, это тоже огромный плюс модель холстер, модель опт, да. Дальше, что касается, опять же, забирания конкуренции и еще больше товара, еще, и как иметь еще больше, еще больше прибыли, вы уже, наверное, как поняли, про модель холстер, тут все банально просто, опять же, просто нужны дополнительные документы и немножко больше возьми, вот, ну и, конечно же, бюджет нужно иметь побольше. Вот, давайте я вам сейчас сами товар, ребят, покажу, вот, у меня сейчас есть некоторые товары для вас, которые мы сейчас с вами быстренько разберем, допустим, вот такой товар на Amazon, как же все-таки делать 5000 долларов плюс на товарки, вот как вот на самом деле зарабатывать, да, вот как вот, что, что нужно для того, чтобы зарабатывать такие цифры, да, 59,97 данный товар продается, покупаемость 36,60 у поставщика Aucoin Naturals, за 36,60 покупаемого, за 59 данный товар 59,97 продается, если мы обратим внимание, здесь у нас 392 продажи в месяц, 10,63 чистые прибыли, если мы возьмем наш калькулятор, а он у меня куда-то исчез, сейчас мы его, сейчас мы его, ребят, с вами найдем, где мой калькулятор получается, вот, найдем наш калькулятор, получается 10,63 прибыли умножаем на 392 продажи в месяц, 4166 прибыли с данного товара, опять же, можно поделить на, там, 5 продавцов, условно, 830 баксов вы будете иметь с данного товара, опять же, 5-6 таких товаров будут зарабатывать вам 5 тысяч, я, кстати, не хотел, чтобы именно такая цифра получилась, ребят, но 5 тысяч долларов плюс вы будете зарабатывать, имея там 6 таких продуктов, вот и все, 6 таких товаров, опять же, как пример, сейчас придумаем еще один товар с другого поставщика, который называется FragranceNet, 25-19 данный товар мы покупаем, продается на Amazon за 50 долларов, мы сейчас получаем с него 34 продажи в месяц, но у нас здесь прибыль 13-25, 13-25 умножаем на 34, получаем порядком 400 долларов прибыли, вот, там, делим, там, на сколько там продавцов, опять же, в каждого товара есть своя индивидуальная конкуренция, сколько там продавцов, сколько там, это все нужно дополнительно анализировать и смотреть, но чтобы вы понимали картину общую, ребят, вам достаточно все просто иметь вот таких вот 6 товаров, ребят, допустим, даже конкуренция будет больше, да, допустим, взять все дополнительные риски, умножьте это на 2, 12 таких товаров, которые зарабатывают 5000 долларов за головой, вам хватит, нужно просто их находить, нужно просто иметь хороших поставщиков и нужно просто работать по модели, которые вам близко, вы можете зарабатывать по арбитражу, можете заниматься по модели wholesale, главное понять, по какой модели вам оптимальнее всего будет работать в этом направлении, вот и все, да, поэтому тут ничего сложного нету, надеюсь, я вам объяснил все к работе, ребят, мы сейчас перейдем еще к очень важной составляющей, это масштабирование вашего бизнеса, поэтому никуда не уходим, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, ребят, это очень важно, если вдруг я как-то быстро говорю и так далее, ребят, это потому что я хочу, чтобы вы получили максимальное количество информации за максимально короткое сжатое количество времени, потому что время, деньги, вы всегда можете присмотреть мои видео на перемотке, я уверен, наверняка вы это и делаете, да, поэтому проблем никаких нету, ребят, если вам несложно, поставьте лайк, подпишитесь на канал и комментируйте слово гайд, все ссылочки внизу в описании, ребят, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, это тоже важно, там будут топ-поставщики, плюс очень много полезной информации, полезных фишек для новичков в закрепе нашего поста, в закрепе нашего канала, именно в закрепленном посте нашего канала, можете посмотреть. Вот, смотрите, ребят, самое главное, последний момент, как можно все это вообще тему поставить на автопилот, промасштабировать, у меня есть такой сайт, который называется онлайн-чокс.пич, я нанимаю там виртуальных ассистентов, виртуальных ассистентов, которые работают за нас и делают всю работу за нас. Видите, допустим, вот, к примеру, сейчас мы, да, сделали, запустили job, job description, там, нам нужен там searcher, который, researcher, который ищет прибыльные товары за нас, который занимается онлайн-эбитражером, то есть вам нужно искать прибыльные товары, он может нанять кого-нибудь в Филиппинах за 200-300 баксов в месяц, они будут работать на вас 40 часов в неделю, и они будут искать вам прибыльные предложения, вы просто будете там попивать сок, отдыхать там где-нибудь и работать над каким-то другим проектом, другим бизнесом, можете искать товары одновременно с вашими ассистентами, и опять же, я, когда начал заниматься аутсорсингом, у него ассистента, мой бизнес вырос в 10 раз, потому что я понял, что нужно делегировать. Если вы не делегируете свои обязанности, то у вас не будет роста, это банально, как бы, ну, это, это вот правило, это правило, ребят, если у вас, если вы не аутсорсингом не занимаетесь, то вы никогда не будете бизнесменом, у вас не будет свой бизнес, вы будете сами работать на свой бизнес, сами у себя, да, вы будете работать дома с комфортом и так далее, вам не нужно обязательно ассистента, вы можете зарабатывать эти 5000 долларов в месяц, 3000 долларов в месяц, 2, 10, сами не использовать ассистента. В какой-то момент вы, ну, как говорится, hit the plateau, то есть вы, потолок будет у вас, у вас будет потолок, там 5000 долларов условно плюс, у вас будет потолок, вы не сможете все делать сами, не сможете искать дополнительное количество товаров и так далее, вам нужен ассистент. Ребят, ну зачем вообще зарабатывать 5000 долларов в 100 на месяц и не нанимать ассистента за 200-300 баксов и не освобождать ваше драгоценное время. Это просто глупо. Поэтому, конечно же, вам нужно брать и нанимать ассистента. Это очень важно. Поэтому масштабирование, ребят, это все. И это мой вам совет на конец данного ролика. Это был товар для заработка 5000 долларов в месяц на Амазон. Это гайд для, естественно, на новичков. Вот, товарка на Амазон. Если вам понравилось данное видео, ребят, поставьте мне лайк, прокомментируйте слово гайд, подпишитесь на канал. Надеюсь, вам информация была полезна. Показал бы вам еще бонусы товара, но не буду. Наверное, я так сказать их оставлю в конце для телеграм-канала. Это регулярно, иногда хотя бы точно, кидаем прибыльный товары, примеры для вас, для моих подписчиков. Поэтому обязательно подписывайтесь на телеграм-канал. Это очень тоже важно. Всем еще раз спасибо, кто смотрел. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ссылочки внизу оставили в описании под этим видео. Топ-поставщики и так далее. Заходите, ребят. подписывайтесь на мои соцсети. Всем еще раз спасибо, кто смотрел это видео. И тогда уже до следующего видео на моем канале. Если какие-то вопросы есть, пишите в комментариях. Может, какие-то предложения по контенту есть. Тоже буду вас всегда читать. Лично сам и отвечаю. Всем еще раз спасибо, ребят. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok